Дорогие друзья, здравствуйте! С вами передача «Диалог» в прямом эфире. Я Евгений Монархович, сегодня наш гость, главный тренер женской профессиональной волейбольной команды «Жемчужина Полеся» Михаил Михайлович Коваленко. Здравствуйте, Михаил Михайлович! Добрый вечер, Евгений! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Не секрет, что волейбол – один из самых популярных видов спорта не только среди игровых дисциплин, но и вообще в столице Полесья. В Беларуси в последнее время он тоже получает новый итог в своем развитии, но и наша «Жемчужина Полесья» – уже неотъемлемая часть полесьского спорта. Михаил Михайлович, я знаю, знатоки волейбола, но для что-либо непосвященных телезрителей. Вкратце расскажите, пожалуйста, когда приехали в Мозырь, какие спортивные у вас достижения, ну и за то время, что возглавляете нашу команду, каких вы все достигли? Ну, проделан большой объем работы, про достижения. Десять лет уже в городе Мозыре, хорошо работаем, были чемпионами, много лет в призерах. Поэтому из собственных достижений, наверное, это третье место в чемпионате Беларуси, вторые мы были на Кубке, где-то были успехи в пляжном волейболе, чемпион Беларуси по пляжному волейболу. Ну, дорогие друзья, напомню, что вершина айсберга, это 2015 год, когда Жемчужина Полесье выиграла чемпионат Республики Беларусь, став сильнейшей командой. Мы не случайно сегодня пригласили Михаила Михайловича, ведь начало октября, это время начала чемпионата 31 по счету Республики Беларусь. Ну вот, Михаил Михайлович, вы стояли, что ли, у этих истоков, когда Жемчужина Полесье впервые завоевала медали, впервые стала чемпионкой страны. Насколько это было сложно, насколько это было интересно, и за десятилетнее время в вашем руле Жемчужина Полесье что сегодня вспоминаете? Ну, очень много игроков прошло через наш клуб, они все разные были, и опытные, и знаменитые, и выдающиеся, и молодые. Вот, поэтому, наверное, за этот период работы, ну, были разные соперники, разные команды, не всегда что-то получалось, всегда сложно конкурировать со столичной командой. Но, невзирая на это, мы всегда ставили перед собой амбициозные задачи, и многое у нас получалось. Дорогие друзья, напоминаю, что во второй и третьей части нашей беседы мы будем задавать ваши вопросы, которые, надеюсь, будут. Номера телефонов на вашем экране, ну и социальная сеть телеканала «Мозырь». Мы ждем ваших вопросов. Напоминаю, гость студии Михаил Михайлович Коваленко. Михаил Михайлович, вот волейбол, когда вы приехали в «Мозырь», чувствовали, что этот вид спорта в городе любят, и за время вашей работы есть ли ощущение, что уже сделано немало, как в детско-юношеском спорте, так и в спорте профессиональном? Ну, «Мозырь» был уже на слуху. Ну, самое интересное, что, если вспоминать уже историю, то, наверное, ваша первая встреча была с нашей командой «Атлант», когда я работал в «Атланте», и ваша первая игра в высшей лиге была именно… Я был тренером «Атланта» тогда, и хорошо помню этот зал, хорошо помню, когда там были вопросы с этим тросом, с освещением, но, невзирая на это, мы приезжали, видели отношения, видели те эмоции, которые были в зале тех болельщиков, и вот это было, ну, скажем так, это вызывало уважение уже тогда. Мы заговорили о болельщиках, но вот еще тоже не секрет, что болельщики в «Мозыре» необычайные, особенно в те годы, когда «Жемчужина» шла к чемпионству, они, ну, что ли, буквально вдохновляли и гнали команду вперед. Чувствовали ли это, вообще, насколько это важно, болельщики, есть ли ощущение, что волейболом интересуются, подходят ли на улицах, ну, и можно ли назвать атмосферу, которая есть волейбольной по-настоящему? Ну, в «Мозыре» любят волейбол и всегда приходят на игры, скажем так, все равно вот это конкуренция, то есть, когда ты выиграешь, тогда и больше людей приходит в зал, и когда что-то не получается, когда, ну, сейчас, конечно, это коронавирус все-таки, он заставляет людей все-таки больше дома быть, но в «Мозыре» болельщики, вот, был у нас такой коллектив, конечно, с возрастом они уже, скажем так, повзрослели, постарели, и сложно им выезжать на игры и вот эту атмосферу создавать. Но то, что было в «Мозыре», мы помним особенно, я, вот эти наши дуэли, когда-то у нас была борьба, когда Брест приехал в этот маленький зал, целый автобус, и вот эта конкуренция болельщиков, я за столько лет, вот именно, уже, наверное, лет 20, даже если белорусскую историю волейбола пересматривать, вот такой дуэли болельщиков, наверное, то и не было, то, что увидели мы здесь. Ну, можно вспомнить, наверное, работу болельщиков наших в Минске, когда мы конкурируем с Минчанкой, когда есть такие спорные моменты, все-таки столичные болельщики, они больше привыкли, как в театре смотреть волейбол, наши же болельщики приезжали, создавали такую атмосферу, которая должна быть именно на спортивных соревнованиях. Вы выиграли чемпионат Белоруссии, понятно, у нас не было зала, и команда не завелялась Еврокубковой батареей. Вот где, как искали стимул, в чем видели дальнейшее развитие команды, и мечтаете ли вы все-таки, что со временем, ну, наша команда выйдет и на европейскую арену? И вообще, насколько это сложно в современных условиях, реалиях, что должно быть? Ну, в Еврокубке мы играли, скажем так, где-то с «Жемчужиной» это меньше, а в принципе и в Атлантии, и с «Западным Богом» за плечами много игр. В Еврокубках она такая достаточно дискуссионная тема, потому что все думают, что это ты поехал, и какие-то призовые, как в футболе, будешь получать. Это затратно, но мы себе это позволить, наверное, на тот период не могли, во-первых, не было зала, а играть в чужом зале для других болельщиков, это не было так интересно. А второй момент, все-таки, много на плечах завода лежит, и строительство зала, где они строят зал за счет именно прибыли завода, команду содержат. И вот если мы говорим об участии команды в Еврокубках, то надо рассматривать это совместное участие, как управление по спорту и туризму области, как это практикуется везде в стране, где-то даже городской отдел по спорту и туризму, чтобы участвовал. И только когда вместе это все, тогда и легче участвовать. Если раньше, скажем так, были опытные игроки, и мы были конкурентоспособны, то сейчас вот вливается в молодежь, если закончится строительство нового зала, то вполне реально участвовать в Еврокубках. Вижу, что уже поступают вопросы, дорогие друзья, спасибо вам огромное. Задавайте во второй и третьей части беседы, мы на них обратим внимание. Ну и вот мы заговорили о Еврокубках в Италиях, о зале. Как долго вы ждали этот зал, насколько важно, что у вас, пусть еще не до конца эта арена достроена, но она уже есть, своя, есть площадка, есть что ли простор на тренировках. Насколько это важно в профессиональном плане? Ну конечно, условия, тем более это женская команда, это очень немаловажно, и если нам для работы, то еще и для болельщиков тоже, потому что в тех условиях, в которых мы были, мы очень ценим наш родной зал сользавода. Я помню, такие были баталии, когда у нас сербский тренер приезжал и начинал там ставить свои условия, что типа там чуть ли не будем играть в этом зале. Мы твердили о том, что это наш родной зал, да, ты приехал в нашу страну, хотелось бы, чтобы вы ценили это дело и уважали те условия, где мы играем и где мы работаем. Но мы дождались, мы долго ждали эту арену, было много дискуссий при сдаче этой арены, вот как ее оформить. На данный момент у нас зал тренировочный, европейского уровня, с возможностью деления на несколько площадок, с достойным там и светом, и со всем остальным. Поясню, дорогие друзья, что в пору, когда Менчанку возглавлял сербский специалист Бронислав Мора, ну, специалист из Европы, приехал, ну, если кто-то так вот с фонобери относился к жимчужине Парези. Вообще ощущается ли это столичный лоск? Есть ли ощущение, что вот есть Менчанка и другие команды? И насколько это верно или неверно, что эта команда сейчас в чемпионате России только на последней стадии подключается в чемпионате, ну, не будем брать кубок, в чемпионате Беларуси? Может быть, важно, чтобы эту команду видела и вся волейбольная общественность? И, с другой стороны, правильно ли это, что под маркой Менчанки создается вариант сборной Беларуси? Не лучше ли развивать весь чемпионат в целом? Вот какое ваше мнение? Ну, я, наверное, за то, что флагман должен быть. Флагман страны – это Менчанка. Там собраны лучшие. Это популяризирует волейбол нашей страны в российском чемпионате. Они привозят в страну российские команды, есть возможность на них посмотреть. В принципе, это так и должно быть, потому что все-таки уровень Менчанки на данный момент повыше, чем всех остальных. Было там какой-то опыт, когда Менчанка играла только на финальном этапе, это неправильно. А вот именно с полуфинального этапа две игры, а, скажем так, несколько городов могут посмотреть, это правильно. Ну, вот мы еще раз возвращаемся к теме зала. Ждете ли вы, когда этот зал завершит свое строительство, когда появится большая арена, и даст ли это новые профессиональные возможности? Сможем ли мы при условиях хорошей обстановки уже в мире приглашать большие команды на турниры? Могут ли они к нам приехать, как считаете? Ну, конечно, мы ждем, когда достроится арена, но это, я думаю, не такой простой вопрос. Все-таки на данный момент основная роль – это финансы, насколько это позволит. А участвовать в Еврокубках мы готовы в любой момент. Тем более то, что к нам вливаются уже доморощенные молодые игроки, пускай они такие сильные, но, я думаю, при определенной работе, через несколько лет, чтобы они попробовали, что такое Еврокубки. Это немножко другая психология, это другое эмоциональное состояние. Это поможет им шагнуть дальше, но я говорю, чтобы выходить на этот уровень, нужна совместная работа не только завода, но и всех остальных. — Ощущается ли поддержка завода и гордитесь ли вы, что представляете флагман нефтепорабатывающей промышленности? — Да, конечно. Тут многие клубы в стране нам завидуют, потому что за спиной у нас такое серьезное предприятие. Мы всегда, когда выезжаем за границу, раньше, допустим, это все было, понимали, что за нами стоит серьезное предприятие, и все девчата ценили те возможности, потому что много лет мы выезжали и в Польшу на сборы, и на южные сборы, где матчевые встречи проводили. Потому что вот за эту историю, если ее перебирать, то мы играли и с командой Камеруна, которая готовилась в финал чемпионата мира, и мы выиграли эту команду нашей мозгерской дружиной тогда. Были у нас игры, я не беру польские команды, потому что мы там в Польше на сборах, и с немецкими командами мы играли, и с участниками Еврокубков у нас была, и команда с Норвегии, которая играла в полуфинале Еврокубков, и финские команды. Поэтому вот именно эти наши достижения, это, наверное, помогало привлекать более серьезных игроков, более опытных, что они понимали, что, приехав в Мозырь, они выйдут, они будут иметь международную практику. Да, это не Еврокубки, но если мы будем рассматривать Еврокубки и вот наши сборы, то финансово нам выгоднее выезжать на такие сборы, потому что один этап Еврокубков – это один наш 10-дневный сбор в Польше, вот то, что мы проводили. И в то же время один этап Еврокубков – это две игры, одна дома, одна на выезде, а выезжая туда мы играли там иногда по 8 игр, и причем соперников я выбирал там разного уровня, от первой до суперлиги. Насколько это сложно – формировать волейбольную команду в высокоуровне? Наверное, есть особенности женского волейбола. И вот не обидно ли вам тренером, вы строите команду, проходит сезон, и в какой-то степени, иногда и во многом, приходится строить команду заново. Получается ли это? И вот в этом году есть ли какие-то особенности? Завершилось ли комплектование? Вернется ли наша команда на педесал почета чемпионата Республики Беларусь? Ну, комплектовать женскую команду в нашей стране всегда тяжело, потому что такого объема игроков нет. А сейчас, как никогда, видим отток, уезжают за границу, они тоже востребованы, наши девчата. Плюс, ну, приходится конкурировать и со столицей, и с областными центрами. И все-таки, когда игрок имеет предложение остаться в областном центре или выбрать город Мозырь, вот здесь возникает много вопросов. И, скажем так, переубедить игрока, доказать, что, наверное, с нами поработать было бы интересно, не всегда они смотрят в нашу сторону. Хотя, за столько лет, общаясь с игроками, видя, когда они приезжают, они все время думают, что, приезжая в Мозырь, они как-то с провинцией сталкиваются. Но не все так, как им кажется, потому что у нас уже на достаточно высоком уровне и материально-техническая база, и учебно-тренировочный процесс. Поэтому, вот за столько лет, когда мы выезжаем на сборы за границу, мы лучше черпаем оттуда, приносим наш учебно-тренировочный процесс. Единственное, что, конечно, хотелось бы, чтобы игроки чуть другого уровня приходили, но пока мы себе этого позволить не можем. В этом году, расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, когда начинается сезон, будут ли до чемпионата страны еще какие-то игры, какие-то спарринги. Вы, дорогие друзья, можете узнать это и завтра из нашего волейбольного обозрения. Однако, те зрители, которые находятся сегодня у экранов телевидения, наверное, хотят узнать это сейчас. Михаил Михайлович, пожалуйста. С каждым годом формировать команду сложнее, комплектация, скажем так, слабеет, омолаживается наш чемпионат. Ну, конечно, на данный момент еще не закрыта позиция центрального игрока. Отток у нас большой был, но, в принципе, скажем так, минимум у нас есть. Начало чемпионата у нас 1-2 октября планируется. До этого, вот я говорю, мы играли до начала чемпионата по 15-17 игр. На данный момент мы пока еще не сыграли ни одной, но придется договариваться с белорусскими командами. Вот, хоть и не хочется, но есть предварительная договоренность, что 17-18 сентября мы выйдем на территорию Беларуси, сыграем матчевые встречи. И 23-25 сентября традиционный домашний турнир мы попробуем организовать. Мы знаем, что проводили вы учебно-тренировочные сборы в Тихинчах. Насколько вы этими сборами довольны? И вообще, насколько важны эти сборы? Почему нельзя тренироваться дома? Для чего нужно выезжать в Тихинчи? Это, дорогие друзья, около Горогачева. Зачем нужен этот сбор? И вот, пожалуйста. Ну, сложно, когда ты круглый год выезжаешь и не находишься на одном месте. Наверное, психологически сложно это, во-первых. Во-вторых, уже девчата взрослые, семейные, они разрываются. Есть куча посторонних вопросов, которые они решают по ходу учебно-тренировочных дней, которые в Мозыре мы находимся. А вот именно выезжая на сбор, они только думают о волейболе у нас. Бывает, выезжаешь на сбор, да, там несколько команд на сборе сидит. То есть конкуренция за спортивные объекты. Вот сейчас мы были в Тихинчах, то у нас такой проблемы не было. Все было в нашем распоряжении. То есть мы целенаправленно работали, и там и утренняя работа была индивидуальная, и командные действия. Вот я говорю, ну, сложновато, когда у тебя в арсенале только два центральных. Организовать командные действия сложно, но уже время приподходило, поэтому... Ну, сочетали, в принципе, плодотворно поработали. Ну, хотелось бы вот еще, чтобы вот эти все вопросы по ковиду нас меньше беспокоили. А вот тот же ковид, насколько он сыграл в волейболе? Насколько сложнее стало работать? Вообще, вот международная жизнь наладилась? И по-прежнему еще есть отголоски различных ограничений? Ну, мы же видим, что границы закрыты, мы никуда не смогли выехать, хотя там были варианты, было желание. Вот, ну, показательный был прошлый сезон, когда у нас и неполное комплектование, и ты идешь на тренировку, а у тебя то один выпадает, то второй выпадает, то тебя закрыли на карантин, то контакт первого уровня, контакт второго уровня. И психология, психология женская. Тут управлять сложно, много вещей было непонятно. Вот, но через это тоже уже научились проходить. Ну что, дорогие друзья, вот и пришло время нашей рекламы. Я уверен, что вы еще с большим интересом будете смотреть продолжение нашей беседы. Напоминаю, гость нашей программы Михаил Михайлович Коваленко, главный тренер профессиональной волейбольной команды «Жемчужина Полесья». Дорогие друзья, добрый вечер, с вами «Диалог» в прямом эфире. Сегодня наш гость, главный тренер профессиональной команды «Жемчужина Полесья» Михаил Михайлович Коваленко. Ну вот, Михаил Михайлович, пошли уже первые вопросы. И вопрос от начальника отдела спорта и туризма Мозорского районного исполнительного комитета Галины Александровны Костяшкиной. Понятно, что волейбол занимает всю вашу жизнь, спрашивает Галина Александровна. Но может быть у вас еще есть любимый вид спорта, кроме волейбола, может быть и спортсмен, поклонником которого, ну или как-то принято говорить фанатом, вы являетесь. Прошу. Ну, я всегда своим девчатам говорю, что волейбол – это интеллектуальная игра, поэтому, заканчивая когда-то университет, нас готовили к всем игровым видам спорта. Поэтому я всегда девчатам говорю, что тренер должен играть во все, во что играет мир. Поэтому мы, в принципе, можем играть во все виды спорта. Ну, наверное, в последнее время это где-то больше бильярд, теннис и малый, и большой. С девчатами моих баскетбол и футбол, поэтому готовы. По кумирам, ну, я, как бы, наверное, уже как тренер рассматривал бы игроков. Вот из последних, наверное, интересно наблюдать за Егором Клюкой. Это наш воспитанник. В принципе, у меня сын вместе с ним в одну школу ходил. Я видел, как он становился, его карьеру. Поэтому сейчас он на пике своей карьеры. Можно это посмотреть. Для себя всегда рассматривал тренерскую составляющую. Все-таки много лет назад мы были на семинаре в Москве. Для меня, наверное, тренером таким авторитетным был Юрий Борисович Чесноков. Кстати, вот Олимпийские игры, мы не сомневаемся, что вы их смотрели. Какое впечатление осталось у вас? Какие команды понравились? Ну, и сразу поясним, что Клюка – это урожение из города Кобрина, откуда и Михаил Михайлович. Воспитанник Берестской школы волейбола. Но так сложилось, что он выступает в сборную России и является одним из ее лидеров. Ну, и вернемся к Олимпиаде, где, кстати, Клюка, встаясь в сборную России, завоевал серебряную награду. Ну, конечно, смотрели. Было интересно все-таки на взаимоотношения сейчас и на результаты посмотреть сборную России и сборную Ирана. Все-таки тренер тоже наш белорус, который принял сборную Ирана, и тренер Фин, который принял сборную России. И результат сборной России показал достойный. Ну, наверное, где-то вот это запомнилось больше с мужского почему-то. Женщины, не все у них сложилось так, как они хотели свои вопросы. Ну, все-таки разница. Разница почему? Потому что европейский волейбол, он больше скоростной, а Россия показывает больше такой силовой волейбол. Что касается женского волейбола, есть ли какие-то новые тенденции? Ну, и когда мы увидим сборную Беларуси на Олимпийских играх, что для этого, по-вашему, нужно сделать? По какому пути должен пойти белорусский волейбол, чтобы все ближе быть к пятисталу почетным для начала мужского волейбола? В последнее время женский волейбол, он копирует мужской, то есть все упрощается, и он более силовой становится. Вот, тоже достаточно скоростной, но, знаете, как я все-таки схожу из того, что все команды смотрят на тот состав игроков, который есть у них в арсенале. То есть зачем ускорять игру, да, если у тебя есть несколько игроков, способных решить исход этого эпизода просто за счет высоты съема и мощи. А есть команды, которые невысокие, которым только надо брать блоком защиты именно скоростным волейболом. Поэтому все вот комплектации. По сборной Белоруссии, конечно, это плодотворная или многолетняя работа особо таких выдающихся игроков, чтобы вот именно на позицию там пасующего хотелось бы, чтобы мы подготовили, и у нас была связка мирового уровня. Вот это, наверное, хотелось бы увидеть. Тогда все остальные шагнут, будет проще тренерам, будет проще команда, потому что, скажем так, уже нападающие у нас, может быть, не такие звездные, но есть, которые уже поиграли на международном уровне. Ну, а дальше это уже умение тренера. Надеемся, дорогие друзья, что сборная Белоруссии, в основе, имея воспитание с джишором «Жемчужной Полесье» и профессиональной команды, когда-нибудь будет выступать на Олимпийских играх, ну, как когда-нибудь. Есть 24-й год Париж, есть более реальный 28-й год Лос-Анджелес. Ну, и вот в этом году нашу команду в очередной раз вернулась мастер спорта международного класса Татьяна, когда-то Серик, сейчас Трофимова. Насколько это по споре? И вообще, вот опытные игроки, игроки молодые, воспитанницы спортивной школы Мозорского нефтепрабатывающего завода. Насколько сложно и легко их соединить? Получается ли сделать этот симбиоз молодости и опыта? Очень сложно и непросто. Если раньше приходили молодые игроки, все-таки у них какие-то границы и барьеры были во взаимоотношениях, то сейчас вот эти границы постирались. И еще ладно, когда к тебе приходят в команду, да, у тебя уже возрастной коллектив, старшие делятся опытом, один-два игрока. Когда к тебе приходят уже 5-6 игроков, и они все молодые, и бывают непростые ситуации, потому что умение старших все-таки на порядок отличается, молодые вроде бы и хотят, но еще не умеют. И вот здесь, наверное, это вот одна из причин прошлогоднего такого неудачного выступления, что молодежь еще не могла помочь, а была необходима их помощь. Но мы ищем точки соприкосновения, я думаю, мы добиваемся, приходим к общему знаменателю и двигаемся вперед. Про нашу команду и те же взаимоотношения мы еще поговорим, но вот очередной вопрос. Ирина спрашивает, как, почему вы пришли в Арибул, кто вас привел, и этот вес спорта как вас изменил, как человека изменил ли? Ну, привел меня в спорт отец, мы приехали, первый тренер, я увлекся. Наверное, дисциплинировал это точно. Вот уже за столько лет могу сказать, я рад, что мои дети в спорте, что они занимались. Если это все-таки дает серьезный шаг здоровью, ну, скажем так, в развитии, что помогает жизни, это однозначно. Ну, и вот возвращаемся к нашей волейбольной команде. Насколько болезненно было в прошлом году отступление от позиций. И мы еще раз напомним, дорогие друзья, что наша команда неплохо вела сезон, но, наверное, из-за недостатка, опытных игроков из-за травмы, из-за того, что молодежь еще не расправила свои крылья, не получилось. И есть ли желание вот как можно быстрее вернуться на те же позиции, либо все должно естественно идти путем? Нет, просто так складывалось, что мы попали на Минчанку-2, а они именно единственная команда, которая могла себе позволить выезды за границу, которая имела более 50 игр. Это они 4 игрока специально не выпускали в дивизионе А, а именно в российском чемпионате, в первой Минчанке держали. Психология немножко поменялась, они укрепили. Тут много нюансов, и малый зал вот этот, где они очень хорошо играют, они использовали это все. А мы как раз-то столкнулись, что нехватка практики игровой, ее практически не было, да, вот эта молодежь, которую надо обстрелять. Потом травмы и ковид, и это все вот именно в кучу сложилось, и поэтому там 3-2, такое поражение, возможно, и болезненное. Но это, скажем так, закономерный исход. Потому что у нас и травма была у Насти Казаченко достаточно сложная, и уже вот центральных таких уже больших, выдающихся, опытных не было. Ну, что имели? Мы заняли то место, которое заняли по итогам прошлого сезона. Да, мы упустили, там можно было выиграть у Могилева в Могилеве, но, говорю, тоже вот мы поехали, там буквально 7 человек. Ну что ж, нет худа без добра, болельщики убедятся в том, что завод медали, это все же непросто, так как наша команда последние годы все время поднималась на пьедестал почета. И вот, Михаил Михайлович, у нас есть спортивная школа с Дюшор. Насколько это важно, насколько это хорошо, и насколько дается, ну что ли, взаимодействие с тренерами, с роквозом спортивной школы. Часто мы говорим, что игроки еще пришли не оперившиеся. Это данность, либо желательно, чтобы уже с детских лет тренер работали в одном ключе с профессиональной командой, в каком-то взаимодействии? Ну, это мы говорим об идеальном таком варианте. А в принципе, в городе Мозырье вот создание этих спецклассов, которые уже охватывают, наверное, весь возраст, с 4 по 9 класс, это близко к идеалу, да, и то, что должно быть серьезным подспорьем для профессиональной команды. Но все равно взрослый волейбол — это взрослый волейбол, а детский волейбол — это детский волейбол. И поэтому я бы больше хотел, чтобы наши тренера отталкивались не только копировали взрослый волейбол, а именно ставили базовую технику, именно такую классическую, потому что игрок, который приходит к нам и владеет всеми элементами волейбола, скажем так, идеальным, то может добиться многого. А вот зачастую приходит к нам игрок, да, у него есть какая-то сильная сторона, слабая сторона, сильная сторона, слабая сторона. Я так за много лет смотрю, думаю, да, вот у меня приходят два игрока, да, у одного сильная сторона и второго, если их двух соединить, хороший игрок получится. А так приходится какие-то слабые места шлифовать, укреплять. Но на это надо время, хотя это, в принципе, работа детской спортшколы. Дорогие друзья, напоминаю, что вы смотрите «Диалог в прямом эфире». Наш гость, главный тренер женской профессиональной команды «Жемчужная Полесья» Михаил Михайлович Коваленко. Задавайте ваши вопросы по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах, в социальных сетях. Ну и вот те же специальные спортивные классы, которые мы затронули, но ни в одном городе бывшего Советского Союза нет и такое количество волейбольных специализированных классов. Нужны ли они? Почему они нужны? Насколько это хорошо? И при, что ли, всех прочих условиях, может ли это способствовать подъему мозорского волейбола? Ну, конечно, это способствует, это уже мы видим. Единственная есть проблема какая, что мы создаем спецклассы, мы растим этих детей, да. Но сейчас в последнее время пошла тенденция, что молодые игроки на взлете уже, скажем так, переманиваются в республиканское училище резерва по итогам. Но на выпуске по окончанию спортшколы они уже не рассматривают родную команду, они уже рассматривают столицу, они рассматривают областной центр. Потому что вот как-то хотелось бы, чтобы они понимали, что именно благодаря заводу, именно благодаря вот этим финансовым вливаниям и спортшколе они имеют все, что не может позволить многие спортшколы Белоруссии, да. Именно вот эти выезды на соревнования, участие во всех возможных турнирах, да, позволяет им как можно больше расти и развиваться. И вот когда они уже, скажем так, стали представлять из себя какой-то интерес, да, они уже рассматривают не родную команду. Вот мы много лет уже выходим в федерацию с вопросом, что надо регламентировать наши взаимоотношения с республиканским училищем Олимпийского резерва, что практику у нас в последнее время все время говорят, вот в Европе, вот в Европе. В Европе везде игрок, который отработал, отучился, да, получил образование в родном городе, он возвращается туда. У нас как-то сейчас они уходят в республиканское училище резерва и не возвращаются домой. И в этом страдает и клуб, и вот уже, скажем так, в футболе это регламентировано, в других видах спорта тоже, а вот в волейболе пока мы не видим этого. Если это придет в норму, мы с удовольствием будем отдавать своих детей, но они будут приходить, они будут понимать вот этот вот, скажем так, родной город, что меня здесь вырастили, я какую-то часть себя должна отдать, и только потом мне помогут стать более уверенной, более профессиональной, да, и пойти дальше. Ну вот чисто профессиональной точки зрения, игрок что должен стать звездой, что потом уйти в хороший клуб? Мы часто видим, что молодые игроки, когда получают приглашение от той же столичной минчанки, сразу переходят. Верно ли это? И где здесь рычаги? Должна вестись работа воспитательной, может быть, тренера в спортивной школе, родители. Какой здесь выход? Здесь такого однозначного решения нету, в каком плане, потому что к разному игроку разный подход, у каждого игрока свой уровень. То есть иногда мы видим, что реально надо остаться у нас, немножко потянуться, чтобы пойти дальше, да. Если рассматривать тот же пример Егора Клюки, да, то он-то как раз уже перерастал этот уровень и уходил дальше. Потом мы о чем говорим? Мы говорим о том, да, вот мы вырастили такого игрока, который представляет интерес там минчанке, пускай российскому клубу, западной какой-то команде, да. Мы говорим о том, что за два года, то есть мы вложили, мы помогли ей, да. За два года, а это уже будет разговор между клубом, который тебя воспитал, между спортивной школой и тем клубом, который проявляет интерес. Тут же никто не говорит, что мы хотим ее силой держать. Мы говорим, что какие-то точки соприкосновения должны быть, и вот эти взаимоотношения просто четко регламентированы. А не так, что она уехала, сейчас, да, есть там какие-то выплаты выплаты именно по закону о спорте и туризме, да, который в нашей стране. Но не всегда они оправданы, и не всегда это помогает. Вот в последнее время мы говорим, что у нас патриотизм, да, такое слово потеряло свой смысл. Так вот, когда мы это будем применять и в наших взаимоотношениях между клубом, между училищем Олимпийского резерва, это будет переходить и на наших детей. Ну что, дорогие друзья, мы беседу продолжим и далее. Теперь реклама, ну и возвращайтесь к нам. Я думаю, что беседа с Михаилом Михайловичем Коваленко довольно интересна. Дорогие друзья, еще раз добрый вечер. С вами Диалог в прямом эфире. Главный тренер женской профессиональной команды. Жемчужная полейся Михаил Михайлович с нами. Ну вот вопрос. Борис. Борис спрашивает. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши вопросы. Борис спрашивает, есть ли прецеденты, когда наши игроки уходят в другие клубы, особенно за рубеж, не теряются ли они там? Ну вот, Михаил Михайлович, знаем, что и за границу переход наши игроки, но пока единица только имена на слуху. Почему так? Как так происходит? И советуете ли вы переходить, что ли, в зарубежные клубы 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й лиги, либо нужно еще потренироваться? Ну, здесь хотелось бы, чтобы и родители, и дети сами понимали, что когда им предлагает тот же агент выезд за границу в 3-ю, 4-ю лигу какой-то, скажем так, страны, это не так радостно. Возможно, для обывателя простого это звучит так, мы там поехали во Францию, или моя дочка там в Польше, но реально мы понимаем, что она не такой выдающийся игрок, да, и это не тот, не та лига, не тот уровень, который хотелось бы, чтобы наши дети уезжали. Вот, поэтому первично, да, мы понимаем, если ребенок выбрал направление учиться, да, только учеба, и параллельно она играет в волейбол, там, где-то в 3-й, 4-й лиге, это одно. Но я бы хотел, чтобы наши игроки, именно воспитанницы, наши спортшколы, да, понимали, что для них это хороший уровень, это уже суперлига России, или высшая лига нашего чемпионата, и, скажем так, сопредельных наших государств. Как пример, дорогие друзья, мы можем вспомнить нашу Татьяну Серег сегодня, Трофимову, она отдала, что ли, дань родному клубу, она вообще является и выпускницей Республиканского государственного училища Олимпийского резерва, она играла в Менчанке, она мастер спорта международного класса, она вновь в Мозоре. А вот вообще волейбол, когда играла Татьяна, маленько сейчас, насколько изменилось, насколько изменились условия для тренировок, вообще, насколько важны условия для тренировок молодым волейболисткам, и те же наши специальные спортивные классы, есть ли какие-то вот со стороны профессионального волейбола к ним требования, что должно быть? Ну, по Тане, это, наверное, Таню можно ставить в пример, как должна развиваться карьера игрока, потому что вот на протяжении этого всего периода Таня была своей воспитанницей, она была лидером своей команды, да, были там и периоды, когда мы просили, чтобы именно один год надо было помочь, Таня без проблем осталась, отработала, потом уехала, поиграла в Белоруссии, уехала за границу, стала мамой и теперь восстанавливается. Это, ну, только вызывает положительные эмоции, хотим, чтобы каждый наш игрок, каждая наша воспитанница прошла такой путь, пусть даже может быть и выше, и мы бы радовались, и вот все наши воспитанницы знали, что дома их ждут и любят. Ну, а что касается условий тренировок, то вот те же... Да, спецклассы, конечно, это женские, это дети, это девочки, и хотелось бы, чтобы были условия как можно лучше, и у нас сейчас, я говорю, зал европейского уровня с возможностью разделения на две площадки. Имеете в виду фосполис и арена? Фосполис и арена, да, то, что мы можем предложить, вот, хотелось бы, чтобы это использовалось, использовалось максимально, потому что, ну, там может заниматься одновременно до 40 детей, вот, я думаю, что ни один вид спорта себе этого позволить не может в одном зале. Что касается селекционного отбора, то мы часто на наших передачах волейбольного обозрения, я думаю, вы, дорогие друзья, это видели, говорим о селекции. Все-таки Мозрин и Минск, ну, как-то удается делать команды, однако мы замечаем, что по антропометрии, ну, в целом, наши, наверное, уступают. В чем это дело? И нужно ли тренерам, что ли, быть ориентированным на высоких девчонок? Насколько это важно? Ну, в современном волейболе это очень важно, и без этого никак, потому что наша задача детских тренеров, я всегда говорю, это надо искать высокорослых детей и учить их играть в волейбол. Вот, хотелось бы, чтобы, вот, да, у нас это наши воспитанники, да, они свои, мы их растим, мы им помогаем, но если нет высокорослых игроков в команде, во-первых, это сложно конкурировать уже даже на территории Белоруссии, да, в свете других команд, во-вторых, наверное, внутри детских команд, если мы будем привлекать из ближайших регионов тоже высокорослых детей, это уже, ну, как бы сам спорт, он подразумевает конкуренцию, и если наши дети растут именно только среди своих, то у них уже вырабатывается такое потребительское отношение к этому, то есть они не выдерживают конкуренции, и когда за место надо бороться, где-то ты не попадаешь в состав, потому что очень часто, вот, допустим, на выпуске дети выходят, да, родители часто с претензиями тоже, мой же ребенок закончил спортшколу, она должна уже попасть в команду, хотя по факту мы берем, что ребенок не выдающийся, ребенок не имеет там высокого роста, и конкурировать в взрослой команде ему сложно, вот, она даже не в составе молодежной сборной, но в профессиональную команду мы ее уже должны взять, вот здесь хотелось бы, чтобы мы понимали, что даже входя в профессиональную команду, должны соответствовать определенному уровню, как и физическому, так и столовому. А насколько вот удается выстроить это взаимодействие с родителями, насколько важно, чтобы папа, мама, дедушки, бабушки поддерживали увлечение, а потом, может быть, и уже будущая работа своей дочери, ну, мы говорим о женском или более, в данном случае так? Ну, поддерживать всегда надо, и на любом уровне, не важно, что она попала в команду или не попала, она добьется многого, и волейбол ей поможет и в вузе, и в жизни, и в профессии. Есть много примеров, когда не только в профессиональном волейболе, есть выдающиеся игроки в любительском волейболе, которые могут примеры профессионалам показать, но у них просто за счет того, что нет таких выдающихся роста, что они могут, ну, скажем так, быть на вершине. Но в плане техники, в плане самоотдачи, в плане игрового мышления их очень часто можно в пример ставить. Вот есть вопрос от Полины. Полина спрашивает, что бы вы, тренер, посоветовали делать, и что бы посоветовали не делать молодым волейболистам? Сколько лет нужно, чтобы стать волейболисткой мирового класса? Пожалуйста. Ну, заниматься волейболом надо, развиваться технически, вот все, что тренер предлагает, все элементы волейбола выполнять правильно и в совершенстве, следить за своим здоровьем, вот, и поэтому только терпение и труд позволят стать большой звездой. Ну, а вообще, Михаил Михайлович, вот тренеру профессиональному важно ли взаимодействовать со своими болельщиками? Вы во время игры слышите, что вам кричат, говорят, обращаете внимание, может быть, на какого-то зрителя, либо вы весь в игре. Как это происходит? Ну, если честно, когда идет игра, я ничего не слышу. Вот, но хотелось. Бывают моменты, когда видишь, что вот камерная обстановка в зале, нет тех болельщиков, которые, ну, хорошо разбираются, которые понимают, когда надо команде помочь, когда надо команде не мешать, вот, когда можно и поругать, да, где-то ущипнуть. Таких не так много, но вот были там несколько моментов, когда самому хотелось завести зал, чтобы он поддержал команду. Ну, дорогие друзья, мы ждем, что возвратятся те времена, когда вы будете болеть не хуже, чем это было в 2015 году. И вопрос одного из корифеев, что ли. Нашего болельщикого цеха Александр Асаул спрашивает, ведете ли вы, ну, перефразируя, беседы с болельщиками, важно ли для вас их мнение и советы? Наверное, приходится выслушивать часто различные советы, в том числе, ну, и не самые компетентные. Как реагируете? Обижаетесь? Вы воспринимаетесь юмором? Ну, за столько лет я уже привык к разным вопросам, поэтому, где понимаю вопрос и вижу, что он осознанный, то отвечаю, и если нет, то перевожу в юмор. Ну, здесь нам еще поступил вопрос от Нины. Спасибо большое за вопрос. Важно ли ребенку с детских лет играть в хорошие обуви, покупать дорогую форму или довольствие с тем, что есть? Что посоветуете? Ну, вот обувь, потому что у нас ударная нагрузка и серьезная, все-таки я бы советовал и родителям, и детям не экономить на обуви. Если, скажем так, в фосполисиаренам у нас очень хорошее покрытие, да, и, скажем так, даже средняя обувь не будет так чувствоваться, нагрузка на суставы, то в других залах, где не специализированное покрытие, все-таки хорошая обувь многое решает. Она просто, ну, исключит проблемы в будущем. Еще один вопрос. Куда идет Мозорский волейбол, к чему стремится? Куда идет, Михаил Михайлович, волейбол, к чему стремится? К вершинам, на пьедестал. Ну, это только верхушка айсберга. В принципе, когда приходят молодые игроки, это совершенствование, развитие игроков, совместная работа. Но спорт – это результат, поэтому основная задача – это белорусский чемпионат, когда будут шансы или возможности на Европе. Но мы себя показываем на Европе, когда выезжаем, уже достойно играем с европейскими командами. Ну, без этого вопроса тоже. Вот вопрос от Василя, мы долго ждали вопрос от этого. Есть у нас турнир «Кубок Беларуси», который еще в «Жемчужном поле» не выигрывал. Является турнир заколдованным. И верите ли вы в спортивное волшебство? Пожалуйста. Ну, «Кубок» – это отдельный чемпионат, где очень многое решает еще и жеребьевка. Второй момент, что… Я же говорю, что все лучшее всегда собрано в столице. И чтобы выиграть «Кубок», хотелось бы, чтобы у нас была такая же комплектация. И мы тогда равнозначно выходили. И добивались бы результата. А так все-таки мы уступаем по комплектации. И переиграть все команды достаточно сложно. А вообще существует ли такая дилемма? Результат и все во имя него. Либо первичная игра, и результат придет потом. А какая вот Ваша философия взгляда на это вопрос? Ну, наверное, как я говорю, везет тому, кто везет. Поэтому, когда ты проделал определенный объем работы, ты видишь результат. И, наверное, если результат ради результата и все ради него, не будет такого эмоционального положительного какого-то состояния после победы. Потому что очень часто были победы, которые достигались. Вот за последнее время немножко поменялось у меня отношение к этому, что раньше шли к этому результату. Ты как загнанная лошадь. Идешь, идешь, идешь. Ты приходишь, ты побеждаешь. Но ты видишь, что позади-то не все так хорошо, как хотелось бы. И есть такие результаты, которые ты добиваешься планомерным трудом. И на позитивной вот этой вот ноте приходишь к этому. Это замечательно. Регина спрашивает. Вы являетесь профессиональной командой Мозорского нефтепроватывающего завода. Были ли вы на предприятии? Чувствуете ли уважение к труду нефтяника? Ощущаете ли взаимосвязь? Ну вот мы уже затрагивали эту тему. Ну что ж, пожалуйста, были ли вы на предприятии? Были и не один раз. Были приятно удивлены, когда Анатолий Александрович сам нам проводил, директор завода, экскурсию. Очень интересно было. Всегда иногда удивляешься, как работники среди такого количества труп принимают правильные решения и руководят этим всем процессом. Поэтому это все помним, все знаем. И было интересно. Поясним, дорогие друзья, что Анатолий Александрович Куприянов до Виталия Петровича Павлова возглавлял много лет, 20 лет, Мозорский нефтепроватывающий завод. Вообще, рады ли вы видеть руководителей предприятия, работников, ну вообще, болельщиков на играх? Ждете ли вы их? И чувствуете ли вы, что своим трудом, трудом спортивным, вы делаете, радуете людей и помогаете им, что ли, делать жизнь свою лучше? Да, конечно, мы рады, рады всех видеть, приглашаем, скажем так, мы хотим вас радовать и только побеждать, но спорт состоит не только с одних побед, вот. Но хотелось бы, чтобы люди приходили, понимали, что происходит на площадке, что получилось, что не получилось, скажем так, поддерживали нас. Вот, поэтому мы стараемся, я сейчас там говорю, мы проработали, тяжелая работа спортсмена, объемы нагрузок серьезные, вот. Но выходя на матч, это как в театре, люди приходят, а вы артисты, вы должны показать свой результат. Ну еще вот, время у нас осталось на один вопрос, выберем такой, Ивана спрашивает, есть ли я маленького роста, могу ли я заниматься волейболом, либо мне стоит поискать другого из спорта? Мы говорим, что если нравится волейбол, то ты должна им заниматься, если ты от этого получаешь удовольствие. Исключение из правил есть всегда, сейчас есть позиция Либерона, которая не требует таких высоких данных. Второй момент, можно достичь определенных результатов и с невысоким ростом, но это можно компенсировать прыжком, скажем так, с сумасшедшим желанием. Вот, если это все сложится, и второй момент попасть в ту команду, где ты будешь востребован, будет у тебя достаточно стабильный прием и высокий прыжок, то все возможно. Ну что ж, дорогие друзья, время нашей передачи подходит к концу. Вроде бы еще столько тем, обо всем хочется поговорить, но, что ж, регламент есть регламент. Но напоследок, Михаил Михайлович, я думаю, что обращение к болельщикам, к любителям волейбола, но без него мы просто не сможем завершить эту нашу с вами диалоговую партию. Ну, очередной сезон. Всех ждем на нашей волейбольной площадке, в нашем зале. Приходите, болейте, поддерживайте команду. Вот, невзирая на все проблемы, которые есть, скажем так, и в жизни, и сейчас вот эти со здоровьем. Спорт раскрепощает, спорт помогает. Вот, поэтому приходите, болейте за нашу команду. Ну что ж, дорогие друзья, приходите на волейбол, поверьте, вы об этом не пожалеете. Сегодня с нами был главный тренер женской профессиональной волейбольной команды Михаил Михайлович Коваленко. Добра вам и счастья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»